Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Цикл лекций. Введение в священное писание Нового Завета. Тема лекции. Новозаветные рукописи на пергамени. Маюскулы и минускулы. Классификация рукописей Нового Завета предполагает выделение трех основных групп. Первое – рукописи на папирусе. Второе – маюскульные рукописи. Третье – минускульные рукописи. Сегодня рассмотрим вторую и третью группы. Маюскульные рукописи. Они написаны на пергамени одноименным маюскульным начертанием письма и представлены все в форме кодексов. Обозначаются они числом, начинающимся с нуля. Такое обозначение является уже более поздним. Когда маюскульные рукописи только вводились в научный оборот, они обозначались вначале большими заглавными буквами латинского алфавита. Но рукописей становилось все больше, буквы латинского алфавита закончились, и поэтому пошли заглавные буквы греческого алфавита. Они тоже в какой-то момент закончились. Была попытка использовать буквы еврейского алфавита, но прижилась только одна первая буква – Алиф. После этого стало ясно, что для исследователей Нового Завета еврейский алфавит не подходит, и была принята другая система обозначений, когда число, записанное арабскими цифрами, начинается с нуля. К сожалению, это число указывает не на древность рукописи, не на ее значимость, а всего лишь на порядок вхождения рукописи в научный оборот. Меньшее значение имеют те рукописи, которые были ранее привлечены исследователями. Когда мы смотрим с вами буквенное обозначение, вот то самое старое, то бывают ситуации, когда две разные рукописи обозначаются одной и той же буквой, если у них различное содержание, и тогда вверху дается индекс. Этот буквенный индекс указывает как раз на содержание рукописи. Что же это может быть за индекс, если буковка латинская малая Е – это указание на то, что в рукописи содержится текст Евангелий, если буковка А – Деяние и Соборное Послание, буква П – Послание Святого Апостола Павла, буква Р – Книга Откровения. Рукопись номер 0-189 датируется рубежом 2-го и 3-го века, рукопись 0-220 датируется 3-м веком, а все остальные маюскульные рукописи датируются периодом с 4-го по 10-й века по Рождестве Христовым. Пять рукописей содержат или первоначально содержали полностью все Священное Писание Нового Завета. Это рукописи 0-1, 0-2, 0-3, 0-4 и 0-44. Девять рукописей содержат четверо Евангелие, семь – Деяния, семь же – Послание Святого Апостола Павла, девять – Соборное Послание и четыре – Откровение. Остальные рукописи сохранились лишь фрагментарно. Напомню, что общее количество маюскульных рукописей – 316. Рассмотрим важнейшие маюскульные рукописи в последовательности их датировки от более древних к более новым, с указанием на то, какой тип текста Нового Завета они содержат. О типе текста Нового Завета мы еще с вами пока не говорили. Но точно так же, как исследователи классифицируют сами по себе рукописи в отдельные группы, потому что это очень удобно. Если мы говорим, что рукопись принадлежит той или иной группе, мы сразу понимаем из свойств группы, что таково же будет и свойство рукописи. Вот точно так же исследователи выделяют и разные типы текста Нового Завета, которые могли быть написаны на рукописях разных групп. Один и тот же тип текста Нового Завета мог быть написан на рукописи на папирусе, на пергамене и так далее. Так вот, в настоящее время выделяется не меньше трех типов текста Нового Завета. Первый – это Александрийский, второй – это Западный, третий – это Византийский. И когда мы сейчас будем говорить о рукописях маюскульных, то будем указывать, к какому типу текста относится та или иная рукопись. А чуть позже поговорим и о самих типах текста. Первая рукопись – Синайский кодекс. Обозначается 0-1 или еврейской буквой Алиф. Датируется в диапазоне от 325 по 360-е годы по Рождестве Христовым. Содержит текст Ветхого и Нового Завета, а также два раннехристианских произведения II века – «Послание Варнавы» и «Пастырь Эрмы». Ветхозаветный текст сохранился не полностью. Что касается новозаветной части, то кодекс является единственной полной греческой маюскульной рукописью Нового Завета. Как он был найден? Когда наш русский исследователь Архимандрит Порфирий Успенский путешествовал по церквам Востока, он посетил монастырь Святой Екатерины, расположенную под ножей горы Синай, и там видел эту рукопись и даже о ней написал. Но он не ввел ее в научный оборот. Поэтому все лавры достались другому исследователю, который, тем не менее, тоже был связан с Россией. Это Константин Тишендорф. Годы жизни 1815-1874. Он также путешествовал по Востоку. Он также посещал библиотеки при монастырях и смотрел там древние рукописи. И вот в монастыре Святой Екатерины он обнаружил древнюю рукопись, но не в библиотеке, а в тех корзинах, которые монахи приготовили для сожжения, чтобы топить монастырские здания. Он понял, что это уникальная рукопись и попросил ее не уничтожать, а после этого ему удалось туда уже вернуться с особыми полномочиями. Он прибег к покровительству российского императора Александра II, который передал монастырь Святой Екатерины богатые дары. И Тишендорфу предоставили возможность вначале работать с этой рукописью, а впоследствии, после того, как император еще поддерживал несколько раз монастырь, братья монастыря решила передать саму рукопись в дар российскому императору. И в 1862 году, к тысячелетию российского государства, эта рукопись была фоксимильно издана в четырех томах Константином Тишендорфом. К сожалению, она ушла из России в 1933 году, потому что советское правительство не было заинтересовано в рукописи, содержащей текст Священного Писания. И рукопись была продана Великобританию, британскому музею за 100 тысяч фунтов стерлингов. Это большая сумма по тем временам, примерно миллион фунтов стерлингов, если говорим о современном курсе. Причем половину этих денег составили пожертвования частных лиц, которые желали, чтобы рукопись переехала в Великобританию. В 2009 году, благодаря международному проекту, кодекс в полном объеме стал доступен в интернете по адресу codexsainaiticus.org. Причем для каждой страницы можно увидеть как обычное плоское изображение, так и рельефное изображение, где можно посмотреть на выпуклости той или иной страницы. Таким образом, кодекс сегодня доступен для просмотра через интернет. В нем представлен александрийский тип текста с разночтениями из западной группы текстов. Следующая значимая баюскальная рукопись – Ватиканский кодекс номер 02, обозначение латинская буква «Б». Датируется 325-350 годами и содержит книги Ветхого, включая некоторые неканонические, и Нового Завета с некоторыми лакунами. В новозаветной части, кроме отдельных стихов в ряде книг, утрачены первое и второе послание к Тимофею, послание к Титу, послание к Филимону и книга Откровения. Находится в библиотеке Ватикана с момента ее основания, то есть с 1448 года. В 1587 году, в период подготовки официальной публикации Латинской Библии, данный кодекс лег в основу ватиканского издания Библии на греческом языке, известного под названием «Секстина Романа». Текстуальные особенности кодекса не поддерживались известными тогда минускульными рукописями. Из-за этого у читателей «Секстина Романа» возникало впечатление, что они, эти особенности, были привнесены в ее текст путем перевода с официального латинского текста, с вульгаты. Но на самом деле это было не так. С XVIII века кодекс служит основой большинства научных изданий как Ветхого, так и Нового Завета на греческом языке. Текст Нового Завета обрывается в рукописи на послание к евреям на 9 главе 14 стихе утрачены первое-второе послание к Тимофию, к Титу, к Филимону и к книгооткровению, причем неизвестно, была ли книгооткровение в кодексе изначально. В XV веке эти утраты были восполнены минускульным письмом. В кодексе представлен александрийский тип текста. Следующий кодекс, он называется «Александрийский», имеет номер 03, обозначается заглавной латинской буквой «А». Датируется периодом с 373 по 450 годы по Рождестве Христову. Содержит текст Ветхого Завета, за исключением нескольких испорченных мест и большей части Нового Завета утрачены отдельные фрагменты Евангелия от Матфея, Евангелия от Иоанна и Второго Послания Коринфина. Называется так Александрийским, потому что хранился в библиотеке Александрийского патриархата и был подарен в 1627 году патриархом Александрийским, а позже Константинопольским Кириллом Лукарисом, английскому королю Карлу Первому. В этой рукописи в Евангелиях отражен византийский тип текста, а в остальных книгах Нового Завета – Александрийский тип текста. Следующий кодекс – кодекс Ефрема, номер 04, буквенное обозначение буква С. Представляет собой полимпсест V века, о котором мы уже упоминали в одной из предыдущих лекций. Его оригинальный библейский текст был смыт, и потом повторно пергамент был использован для того, чтобы записать на нем тексты проповедей преподобного Ефрема Сирина в XII веке. Сохранилась небольшая часть текста Ветхого Завета и большая часть нового – отрывки из всех книг, за исключением 2-го послания к Фессалоникийцам и 2-го послания Иоанна Богослова. В кодексе представлены различные типы текста – Александрийский и Византийский. Кодекс Безы, номер 05, буквенное обозначение D заглавное с индексами Е и А, датируется V-VI веками по Рождестве Христовым, содержит 4 Евангелия, фрагменты Деяний и 3-го послания Иоанна Богослова. Данный кодекс является билингвой, то есть все тексты представлены на греческом и латинском языках, соответственно, на левой и правой стороне каждого разворота. Манускрипт был подарен в 1581 году библиотеке Кембриджского университета Теодором Безой, годы жизни с 1519 по 1605 французским ученым, возглавившим Женевскую церковь после Кальвина. Евангелие следует в так называемом западном порядке в этом кодексе. Сначала Евангелие апостолов, а потом Евангелие их спутников, то есть порядок такой, Евангелие от Матфея, за ним Евангелие от Иоанна, за ним Евангелие от Луки и, наконец, Евангелие от Марка. В кодексе представлен западный тип текста. Ни одна другая известная новозаветная рукопись не отличается столь огромным количеством разночтений, как кодекс Безы. Например, Евангелие от Луки, 6 глава, 5 стих находится после 6 главы 10 стиха, а между стихами 4 и 6 этой главы, вместо указанного 5 стиха, следует такой текст. Цитата. В тот же день, увидев, как некто работает в субботу, он, Иисус, сказал ему, Исследователи считают, что данный отрывок, данный фрагмент вполне мог представлять собой запись какого-либо древнего устного предания о речах Господа. В Евангелии от Луки, в этом же кодексе, в 23 главе, в 53 стихе, приводятся дополнительные сведения об Иосифе Аримафийском, который положил тело Иисусова в гробницу и далее говорится, цитата, «предвинул к ней камень, который 20 человек еле могли катить». Очень интересное добавление, которое указывает, как на форму камня. Напомню, что в период позднего второго храма, во времена Господа Иисуса Христа, гробницы у иудеев могли закрываться камнями двух типов. Это мог быть прямоугольный камень, который вставлялся в прямоугольную же нишу входа, либо это мог быть круглый камень, который по особому желобу откатывался в сторону. Соответственно, данное добавление в кодекс Биезы говорит о том, что редактор, добавивший эти слова, исходил из предположения о круглом камне у гробницы Господа Иисуса Христа. Но, к сожалению, нам неизвестен характер этих добавлений, откуда редактор взял данную информацию. Поэтому, когда мы говорим, например, о книге Диане Апостольских в этом кодексе, мы констатируем, что она имеет размер на 10% больше, чем объем этой книги во всех остальных кодексах и текстах. Однако, само по себе увеличение объема еще не говорит о том, что можно доверять этим дополнительно вписанным неким редакторам строчкам текста. Рассмотренные основные маюскульные кодексы позволяют нам утверждать, что эти тексты, написанные на пергамени маюскульным письмом, представляют собой очень часто изводы различных типов священного писания Нового Завета. Поэтому получается, что объединенные двумя критериями классификации, а именно материалом и стилем начертания, эти кодексы вовсе не объединены каким-то единством текстологического содержания. В них нет некой текстологической однородности. Следующая группа рукописей Священного Писания Нового Завета – это минускульные рукописи. Они написаны либо на пергамене, либо на бомбицине. Это особый тип пищи бумаги, которая привозилась в Европу с Востока в Средние века, либо с XII века уже используется и бумага в привычном для нас с вами смысле этого слова. Датируются минускульные рукописи периодом с IX по XVII века. Особенно многочисленные манускрипты с XII по XIV века. Нумеруются обычными числами, написанными арабскими цифрами. И в этом случае, как и в предыдущих двух группах рукописей, число указывает только на порядок введения рукописи в научный оборот, но ничего не говорит о древности или о значении рукописи для библейских исследований. Только 57 из общего числа минускулов содержат или содержали Новый Завет полностью. Остальные охватывают или только Евангелие, или только так называемый апостол, сборник, который включает в себя книгу деяний, соборное послание и послание святого апостола Павла. Минускулы поступили в научный оборот раньше других типов рукописей, поэтому на них были основаны издания Нового Завета Эразма Роттердамского 1516 года и Комплютенской полиглотты 1514-1517 годы, а также многочисленные издания и исследования XVII и XVIII веков, заложившие основы современной новозаветной текстологии. В подавляющем большинстве минускульных рукописей представлен византийский тип текста. И вот этим они очень интересны. Как мы с вами уже говорили, первая группа рукописей, рукописи на папирусе, объединены чисто внешними критериями материал и стиль письма, но разнородны по содержанию. То же самое касается и маюскульных рукописей, а вот минускульные объединены и внешними критериями, и, как правило, достаточно близки между собой по содержанию, потому что отражают византийский или так называемый церковный тип текста. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.